В первую очередь, впечатления положительные, потому что каждый раз приятно встречаться с детьми, приятно встречаться с детскими номерами, с взрослыми хореографами, кто свои детские идеи воплощает в этих номерах. Я очень рад тому, что мало войны, тому, что мало слез, мало горя, мало грусти, мало бровей домиком. Много номеров, таких легких. В этот раз я увидел гораздо больше номеров, чем обычно, таких абстрактных, о каких-то философских вопросах. Непонятно, о чем танцуют, но при этом у них какая-то своя глубокая мысль. Мне такое, наверное, ближе, нежели чем война. Поэтому у меня впечатления очень такие легкие, положительные, очень понравились. Во втором отделении ведущая, которая помогла все это проводить в такой положительной динамике. Очень легкий такой воздушный фестиваль. Обычно это очень тяжело, очень много детей. Сегодня отсудили практически тысячу человек. Я и балансил, я могу еще тысячу. Ничего такого не скажу, что детей превратить в артистов. Просто очень часто вот эти съезды коллективов, они разделяют детей. Они разделяют свои коллективы от других. И мне кажется, самое хорошее, самое помогающее на сцене, что может быть именно у ребенка, это некая тусовка, когда он не выходит станцевать задачу, которую ему сказали, попросили или заставили. А когда у него уже есть свое личное отношение к участникам, когда он с ними пообщался, когда он увидел, как кто-то делает колесо, понял, что он хуже его делает. И на сцене он обязательно сделает его лучше, потому что именно она, которая делала хорошо колесо, она сейчас смотрит. Именно сближение, именно общение является самым результативным помощником. Что на сцене, ну это получается за сценой, я считаю, что на сцене помогает именно тусовка. Вот, и когда в таком раннем возрасте воспитываем в детях соперничество, это хорошо, но это соперничество должно быть как веселые старты. Это должно быть что-то такое игровое. Игровое соперничество должно быть в виде какого-то занимательного процесса, а не в виде битвы за победу. Победа — это грамота. Дети вырастут, и эти грамоты будут хорошим воспоминанием на момент, когда они пытаются добиться этих грамот. Это для них очень важно. Мне бы хотелось, чтобы для детей было важнее увидеться друг с другом. Увидеть Катю, Лешу и Сережу из Тамбова на фестивале в Сочи, ну где-то, кстати, в Казани. Это Казань. Я понял, что это Казань. Я имею в виду, что вот я представитель брейкинга, и для меня самое ценное не само участие, для меня даже нисколько сам танец ценен, как именно люди, которые в этой культуре. Я ради признания этих людей выхожу на танцпол. Мне хотелось бы, чтобы у меня получилось, чтобы меня они поддержали. Если мне попробует обычная бабушка, скажет, молодец, сынок, ты рэп на голове танцуешь. Меня это порадует. Но не так, как товарищ, мой же коллега по сцене, по танцполу скажет, ну слушай, это было мощно. И он пойдет в зал и будет стремиться к тому, чтобы в следующий раз получить такое же впечатление, как ты. Только дружба, только общение по-настоящему, мне кажется, может сделать из себя артиста. Потому что ты среди артистов и не можешь стать.